Назвонят, конечно, и будут звонить. За этот инцидент директору еще долго придется отчитываться перед Министерством образования и родителями. Сегодня из 121-го лицея эвакуировали почти 900 школьников и 80 сотрудников персонала. Я точно не знаю на 100%, но вроде как, что кто-то с учебной гранатой, что ли, зашел в школу. Тот самый плохой парень с гранатой учится в 7-м классе. На уроке изобразительного искусства он решил показать друзьям свою игрушку. К поведению и успеваемости псевдоподрывателя никогда не было претензий. Мальчик живет в порядочной семье. Учитель сразу же поняла, что это не боевое оружие, а то, что это, скажем, такого рода игрушка, похожая на оружие. Она, соответственно, и не позволила детям паниковать, и сама она достаточно быстро среагировала. Очень предусмотрительная учительница вызвала все спецслужбы, МЧС, полицию, пожарных, скорую помощь и собаку. Им хватило нескольких минут, чтобы понять. Взрывное устройство, из-за которого был подорван учебный процесс, оказалось сувенирной пепельницей. Сейчас с мальчиком и его родителями беседуют в отделе полиции. В силу возраста ребенка не привлекут никакой ответственности. И учителя говорят, он и так раскаивается, и его очень сильно напуган. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости.